МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Или правильнее было бы сказать хой? Как здороваются рокеры? Мы здороваемся словом здравствуйте. Здравствуйте. Иногда привет. Александр, кому принадлежит творчество вашего отца? Его поклонникам вам и родным? Или все-таки какому-то дяде-коммерсанту? Творчество принадлежит, я думаю, людям, а права нам. А права вам. То есть коммерческая составляющая в любом случае остается за вами, и деньги, которые будут заработаны с помощью этого творчества вашего отца, тоже пойдут вам в карман? Ну, не только мне, кроме меня существуют еще музыканты группы кино. Я отец, который еще тоже жив. И он тоже получает деньги. И, в общем, это круг лиц. Целый круг лиц. Юрий, вот вы считаете себя, ну, причастным, понятное дело, а считаете ли вы, что тоже имеете права на все это наследие, я с точки зрения денежной? Ну, существуют так называемые, как они называются, исполнительские права, да? И соавторские, аранжировочные, так что, ну да, по закону. Получаете сейчас средства, да, с этого? Да, да. Сейчас мы пришли к тому, что мы признали всех музыкантов группы кино просто соавторами музыки. И теперь все по справедливости происходит. Ну, вот в 2011 году вы и ваш дедушка, насколько я знаю, заключили договор с музыкальной компанией. Да, музыкальное право с компанией, да? И несколько лет компания успешно продавала интеллектуальную собственность, зарабатывала серьезные деньги, зачастую даже где-то нарушая условия договора, да? Не в полной мере его соблюдала, выходила за его рамки. Правда, что они пытались запретить и вам использовать эти композиции? Ну, у нас сейчас не происходит. Я не хотел бы, это все-таки мои бывшие партнеры, да? Мы с ними там по раду пунктов не очень согласны, но я не хотел бы их в эфире как-то обличать, или это некорректно будет с моей стороны. Мы разбираемся в суде. Ну, точнее... Не только вы, но и ваш дедушка тоже, да? Да, я уже, в принципе, разобрался, дедушка еще разбирается, но все решит за нас правосудие. И, в принципе, решает, как показывает опыт, в нашу пользу. Юрий, с кем проще работать? С Цоем-отцом или с Цоем-сыном? Пересохло в горле? Вы можете глотнуть сока? Да нет, не пересохло в горле. Но это, мне кажется, нельзя сравнивать вообще, в принципе. То есть у нас с Сашей и с Виктором были совершенно... Ну, в смысле, Саша есть, а с Виктором были совершенно несравнимо разные отношения. Саш, я вот когда готовился к эфиру, там основные новости по Цою сейчас, это вот судебные процессы, да, связанные с правами на музыкальные композиции, и то, что вещи Цоя, часть вещей Цоя были проданы с аукциона. Вот вы лично выставляли какие-то вещи на продажу? Я продал пару работ художественных просто из интереса, для того, чтобы понять, какова ценность вообще, как работает этот рынок. Мне было любопытно, если честно, насколько они будут иметь, насколько они будут востребованы. То есть вы не преследовали какие-то материальные блага? Я, безусловно, получил, конечно, за эти продажи деньги, это нормально в этой ситуации. Ну да, моей целью было, в частности, просто исследовать этот вопрос на собственном опыте. Ну там вот серьезные суммы, да, тот же паспорт. Вы, если не секрет, сколько заработали на продажу? Я нисколько на этом не заработал, я к этому не имею никакого отношения. Я имею в виду те работы, которые продали вы? Ну я не буду говорить сумму. Не будете говорить, я понял вас. Ну это ваше право, да? Это не было чем-то астрономическим. Это была сумма, которая на тот момент была ниже моих ожиданий. Сейчас я смотрю, что этот рынок как-то стрепенулся. Юрий, у вас есть какие-то личные вещи Виктора Цоя, которые вы храните как память, как раритет? Ну у меня есть парочка картин, которые он мне подарил. В случае необходимости готовы будете продать их с аукциона? Нет, это мои любимые картины. Кстати, Юрий, вот преподаватель Цоя по астрономии Галина Кононова настаивает, что звезду по имени Солнца автор посвятил именно ей. Вам Виктор когда-нибудь говорил об этом в факте? Я знаю десяток человек, которые утверждают, что ту или иную песню Виктор посвятил им. В том числе и я считаю, что он посвятил мне песню «Пачка сигарет». Вам посвятил, да, «Пачка сигарет»? Да. Но я уверен, что это не так. Ну вот если говорить о творчестве... А я даже знаю одну даму, которая утверждает, что она и была восьмиклассницей. Она на тот момент утверждилась в восьмом классе. Но это тоже не так. Если говорить непосредственно о творчестве, вот симфонический оркестр для песен, они отличаются мелодичностью, да, эти песни, не просто формой гармонии. Это довольно смелый эксперимент, если говорить о симфонии и песнях Цоя. Есть идея эти эксперименты продолжить? Вот, допустим, в формате электронное кино, танцевальное кино, господи, да еще множество других вариантов. Ну, эти все вещи происходят, на самом деле, с разными исполнителями, может быть, будут происходить. И при нашем участии, может быть, нет. Была мысль выпустить пластинку ремиксов офигительный киноиз. Киноиз? Киноиз, да. Почему еще не выпустили? Ну, так мы... Это не на первом плане, это может быть когда-нибудь что-нибудь появится. Когда руки дойдут, интересные предложения. Господа, ну, а как вы относитесь к многочисленным кавер-версиям песен кино? Вот, к примеру, «Кукушку» перепевали как минимум два раза в 2000-м, если не ошибаюсь, «Земфира», а несколько лет назад Полина Гагарина перепела ее? Я нормально к этому отношусь. Я стараюсь с пониманием подходить каждый раз к каждой новой версии. И просто стараюсь соблюдать какой-то уровень качества, чтобы они просто сделаны были как-то классные. Не всегда они мне лично очень нравятся, но мой музыкальный вкус тут как бы не первичен. Ну, вот те же аспекты сотрудничества, допустим, Полина Гагарина или «Земфира», когда они решили перепеть эти песни условно, это ведь авторское право, да? Они уточняли у вас, вы слушали, нет? Они советовались каким-то образом, устраивают это или не устраивают вас? Ну, «Земфира» перепевала в рамках большого проекта, когда все перепевали песни кино. Называлось «Кинопробу». Это был такой большой альбом и концерт, и трибьют, то, что называется трибьют Виктора Цоя и группы кино. А Полина Гагарина все-таки эта лицензия, если я не ошибаюсь, я могу сейчас, конечно, наврать, по-моему, приобреталась все-таки в формате саундтрека, да, как бы. То есть это была изначально песня для саундтрека какому-то, по-моему, военному фильму. И, ну, в таком контексте, да, тогда это показалось уместным. Юрий, вам чья кавер-версия в большей степени нравится? Вы имеете в виду вот этих двух дам? Ну, в принципе, из тех, из перепетных песен Цоя. А мне «Сдуб, шиздуб» нравится, видели ночь. Юрий, наверное, вопрос к вам как к более опытному рок-участнику, да, рок-группы. Вот в 60-х в США рок был за мир и любовь. В 80-х в СССР он, наверное, в большей степени рок ждал перемен, выступал за свободу от тоталитарного режима. А к чему призывает нынешний рок? Мы особо не призывали за свободу от тоталитарного режима. Пели про любовь, между прочим, тоже. Ну, потом, да, героически настал период группы, и там более серьезные были тексты. Но перемен — это, в общем-то, обращение к внутреннему «я», скорее, да. Там же по тексту видно, что человеку надо меняться. Ну, ваше сердце, оно дождалось перемен? Оправданы были перемены, нет? Ну, да, какие-то перемены произошли. Саша, если говорить о нынешней молодежи, да, сегодня среди молодого поколения очень популярен рэп, да, всевозможные рэп-баттлы, которые набирают миллионы просмотров на ютубе. Рок, наверное, в меньшей степени. Вот попса, конечно, да, тоже популярна. Рок, получается, плетется в хвосте? Он вообще жив, нет? Я с этим не согласен, на самом деле. Мне кажется, что просто развитие интернета дало возможность разным направлениям по-разному себя проявлять. Баттл, который вы упомянули, это просто очень привлекательная такая соревновательная дисциплина. Для меня это скорее спорт, чем искусство, да. Если сходить на концерт какой-нибудь классной рок-группы большой, известной, и становится понятно, что с роком, в принципе, все в порядке. Если сходить на Джека Уайт или на каких-нибудь, бог господи, прости, Гондон Роузес, которые собирают невероятное количество людей по всей планете или еще много на кого, и у нас в стране тоже наших музыкантов полно отличных рокеров, мне кажется, что все в порядке, просто встал шире горизонт гораздо. Если раньше любой меломан знал все группы, которые собирают в стадион, просто так получалось, да, гораздо были уже каналы информации. Если группа, в принципе, была интересна такому количеству людей, ее знали все, то сейчас ты можешь встретить афишу стадионного концерта какого-то артиста, который ты даже не слышал никогда и не услышишь больше никогда. И это просто нормально, просто стало больше всего, и это хорошо. Ну и насколько я знаю, вы за то, чтобы песни отца, песни, в принципе, группы кино, они расходились, да, среди поклонников, просто среди людей за минимальную плату? Я скорее, ну да, я, во-первых, стремлюсь к тому, чтобы к ним имели доступ люди, могли их исполнять, даже те, кто не могут позволить себе дорогую и жирную лицензию, большую сумму заплатить за них, если при этом они делают это клево. Мне кажется, что это правильный подход. Юр, ну вот, Саш, извини, эти песни, безусловно, там знают, любят, если не все, то многие абсолютно. А в чем вот влияние современного рока на молодежь? Современного рока на молодежь. Да и не только на молодежь. Именно с рока как явления. Мне кажется, рок как явление, на самом деле, в принципе, как и любая музыка хорошая, не очень сильно ее влияние меняется с годами. Это всегда порыв вдохновлять, действовать или наоборот бездействовать, в зависимости от того, что ты в данный момент ищешь. Просто, если тебе это помогает, какая бы эта музыка ни была, рок, рэп, поп, неважно, да, главное, чтобы она способствовала твоему личному развитию и движению по жизни. Юрий, ну вот взять условно кино, да, безусловно, группа, которая многим людям, поклонникам, фанатам, она дала своего рода толчок, да, в какой-то момент она давала надежды. А за последние, там, взять, там, 15 лет, да, какие рок-группы хотя бы немножечко приблизились к этому, своей значимости? Вот именно русский рок, если мы обсуждаем. Так вот, пожалуйста, что у нас сейчас? Ленинград, Сплин. Нет? Разве? Ну, Сплин тоже появился в начале 90-х, да? А, более современный? Да. Не знаю. Я так особо не слежу. Саш, вот творчество отца, да, безусловно, оно популярно, оно значимо. А вам, для вас оно, его имя, имя отца, его известность, это в большей степени благо или проклятие? Это и благо, и проклятие, на самом деле, в разные моменты жизни. Когда-то это помогает, когда-то это мешает, когда-то это очень большая ответственность, с которой просто приходится, как-то жить и справляться, когда ты, это предмет для гордости, в зависимости от того, что происходит, в какой ситуации я нахожусь. Конечно, это просто такая многогранная и необъятная совершенно вещь, с которой, как бы, невозможно ее каким-то одним, чем-то одним обозначить. Да, это очень сложная конструкция, с которой я до сих пор учусь жить и, наверное, буду учиться всю жизнь. Юрий, безусловно, вот я, когда готовился к эфиру, да, открыл интернет, там нашел много интересных, в том числе и веселых историй с участием Виктора Цоя. Для вас самая яркая, наверное, и запоминающаяся среди них? Какого рода истории вас интересуют? Ну, в принципе, истории связаны с жизнью, с творчеством легендарного Виктора Цоя. Вы всегда находились рядом, и я уверен, что у вас в запасе. Да, я... Есть что рассказать? Да, особо нечего. Ну, вот помню в Братске история была, когда ребята местные брали гостиницу в штурму. Это поклонники? Интересно, да. И чем в итоге закончилось? Вышел из Эйзеншписса после переговора с местными авторитетами и говорит, ничего не поделаешь, надо играть. Пришлось играть, да? Ну, да. Ну, вот раз уж упоминали, роль продюсера в группе, она определяющая? Ну, Юрий Шмидович, он был концертным директором группы. Он любил себя называть продюсером, но он не занимался продюсерством, собственно. Он пришел в готовый коллектив, уже популярный, и заменил предыдущего концертного директора с гораздо большим успехом, размахом. Это у него очень хорошо получилось. В 90-м году мы ездили на автобусе, за нами ездили две фуры с аппаратом, то есть это для Советского Союза. Это было очень прогрессивно на тот момент. Александр, а вы вот сами продюсируете симфонические кино? На самом деле, моя роль как продюсера сильно преувеличена. Помимо моей доброй воли, мы все, на самом деле, участники основные. Можно уточнить? Извини, что я перебил. Александр скорее продюсер-опекун. Все основные участники в той или иной мере участвуют в продюсировании в плане заботы, развития проекта, принятия решений о том, куда ему дальше двигаться, что нужно сделать для его благополучия. В этом смысле мы все продюсеры. Это командная работа. Это командная работа, да. Я себя как продюсера выделить не могу. Я в нем, на самом деле, участвую пока довольно недолго и прилагаю максимум усилий. Саш, ну вот в любом случае все эти песни, да, неважно это оригиналы или кавер-версии какие-то, да, перепеты или нет, это творчество Виктора Цоя, это творчество того кино, да. А вот вам есть что предложить свое? Да я даже уже предложил свое, в принципе, у меня тоже есть группа, мы даже исполняли одну композицию вместе с Юрием на телевидении из ее репертуара. И я думаю, продолжим это чуть позже сделать, сейчас немножечко. По разным причинам в ее развитии перерыв небольшой, но она обязательно продолжит. Она называется Ронин, ее можно, в принципе, найти в интернете и посмотреть. Е, супер. Так или так? Все-таки как рокеры делают, показывают? А я не рокер. Не рокер? Я музыкант группы кино. Я, кстати, читал об этом тоже, да, там действительно есть мнение, что рокерами нельзя называть музыкантов. Почему? Можно. Можно, если он ездит на байке. А я музыкант группы кино, а не рокер. Юрий, какие ожидания от крымской публики? Вы же сами крымчанин. Я сам крымчанин. Ожидание, что нам удастся сыграть хороший концерт, все будут счастливы, веселы и довольны. Ну, вот кто приходит на концерт? Это в большей степени молодое поколение или те, кто вырос на этих песнях? Ну, родители с детьми приходят. Приобщают, да? Ну, кто кого, тоже непонятно. То ли дети приводят родители, то ли родители детей. Ну, просто совершенно разный состав слушателей. Юрий и Саша, вот ваш проект, он позиционируется как уникальный в мире русского рока. А в чем его уникальность? Ну, для меня уникальность в том, что это не группа, которая играет симфоническим оркестром, а скорее группа, которая внедрена в симфонический оркестр. То есть это все-таки в первую очередь большая красивая оркестровая музыка, в которой также есть рок-ритм, секция и соло-гитара, как бы солирующий гитарист. И никто не поет, и получается такой праздник мелодии и музыки. Это не как бы не просто оркестр, который подыгрывает аранжировкам, рок-аранжировкам какого-то коллектива популярного. Это именно специально, именно в таком виде созданная программа. И в этом ее основная сила. Это именно про чисто наслаждение музыкальной составляющей песен группы кино, которые там очень много на самом деле есть чего послушать. И наш композитор Игорь Вдовин очень много вещей нашел еще, которые можно как-то развить и распушить. И в этом на самом деле, мне кажется, что подобного второго проекта не существует. Есть либо оркестр, который просто играет хиты рокеров, переигрывает западных или, может быть, даже наших. Есть оркестр, который подыгрывает просто группе, и она с ним выступает как группы отдельные. Это совокупность, да? Отдельно, а у нас это конкретное такое, как бы самостоятельное, самобытное явление. Юрий, вспомните гастроли кино, да, наверное, толпы поклонниц и поклонников, зажигалки и прочие, и прочие, наверное, сейчас вот картинками промелькнулись воспоминания. Промелькнулись летящие бенгальские огни. Летящие куда? Ну, в музыкантов. В музыкантов. Ну, это от счастья, да? Эйфория? Да, конечно, от счастья. А сейчас такое есть на выступлениях? Нет, сейчас такого есть. Люди стали цивилизованием или музыка перестала нравиться? У нас в основном сидячие залы же. Мы в стоячих залах и на открытых площадках довольно редко играем. Ну, кстати, были недавно бенгальские огни, они, слава богу, не летели в группу, но они были нам. Играли в Новгороде на открытой площадке, и бенгальские огни были зажжены и очень оживили зал на какой-то композиции. А потом, кстати, еще был салют. Ну, вот люди к сцене подбегают, да, вот заряженные этой энергией, или все-таки в большей степени это какая-то лирика? Бывает, даже приходится кого-то выгонять. Я помню, бывало такое, что попросят людей удалиться из зала, особенно когда это сидячие какое-то мероприятие, театр или ДК, или что-то такое, что не подразумевает бурного поведения, и человек выбегает к ванн-сцене. Кто-то из старых поклонников? Ну, я не знаю, может, интоксикация еще влияет каким-то образом. Какая интоксикация? Ну, алкогольная, я прозреваю. И приходилось даже, как я помню, бывало пару раз буквально, правда, это не регулярная такая часть шоу, но иногда приходится... Ну, может, это энергетическая интоксикация, да, когда действительно группа в составе оркестра или, наоборот, заряжает публику позитивом, энергией, да, ретангацией? Тогда просто обычно происходят стоячие овации практически каждый концерт, кстати, и этого достаточно. Все-таки у нас довольно, как бы, такая консервативная ситуация, есть оркестр, сидячий зал, она, мне кажется, требует определенного отношения, да, как бы, чуть более державного. Саш, ну вот с Юрием понятно, он теперь, наверное, фобия бенгальских огней, да? А вы выступаете исключительно в малых, ну, в театрах, в закрытых помещениях или, в принципе, вот на открытой площадке, в больших залах? Ну, я сижу за пультом, мне, как бы, легче немножко с фобиями, я там, как бы, среди технического персонала и композитора тихонечко делаю свое дело, поэтому мне главное после концерта быстренько сбежать в гримерку. Ну, вот вы называете себя техническим персоналом, но имя, имя-то звучит Цой. Все говорят, Цой, в Крым приехал Цой. Ну, вот, вот что он. Приехал Цой. Да, ну, да, моя главная проблема, это то, что, если я задержусь в зале после концерта на пульте, то мне придется сфотографироваться примерно 500 миллионов раз, и часто просто хочется отдохнуть, конечно, после всех длительной подготовки и перелета, и потом концерты, хочется уже поехать поспать в отель или полететь дальше куда-то там, куда мы летим. Ну, если в большей степени у вас такие лирические концерты, малые формы планируете развивать, например, там, струнный квартет, гитара? Мы периодически обсуждаем разные формы развития, и пока ничего конкретного не придумали, хотя какое-то желание, может быть, сделать какую-то более, еще более компактную историю простую тоже было, я не знаю. На мой взгляд, симфоническое кино, оно разворачивается еще все-таки, то есть он, ну, я, откровенно говоря, о других проектах довольно мало думаю, он занимает, симфоническое кино занимает много. То есть, на ваш взгляд, это проект, который выстрелит еще? Да, да, то есть он живет, и в процессе разворачивания будут новые песни, мне просто интересно, что будет дальше самому. Господа, ну, судя по всему, рок скорее жив, чем мертв, с чего, собственно, вас и ваших поклонников поздравляю, благодарю вас за беседу, зрители за внимание, увидимся завтра в прямом эфире программы «Вечер Лайф» и обсудим то, что обсудим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok